По дому гуляет казак молодой. Бабе Шури 92 года, а разве Даш? Она до сих пор душа любой компании. То песню затянет, то пустится в пляс. Подругам не дает расслабиться, заставляет их больше гулять. И глядя на эту шуструю старушку, действительно веришь, что движение – это жизнь. В 11 пойду и в 5 пойду. Сажусь на скамеечку, старухи придут, рассказывают, что там хорошие. А если в ней, ой, ты дев'я так ходишь. Я говорю, а вы ходите почаще на улицу. Александра Петровна из многодетной семьи росла в деревне. С ранних лет привыкла много трудиться. В 15 после окончания семилетки поступила в Лименскую ремесленную школу. И практически сразу началась война. Хрупкую девчушку обучили токарному делу и поставили к заводскому станку. На заводе делали военное для войны. Все. Не говорили нам, чего это будет. Да тут на санке, да тут выточить. Детальку выточили, а они там уже. Тоже я потом подсмотрела. Складывают в складе. И отправляли на фронт. В те годы Лименский завод был самым крупным предприятием в городе. Несмотря на бронь, добровольцами на фронт ушли более 600 работников. На их место встали дети. Рабочий день был продлен до 12 часов. Даже выходных не было, не говоря про отпуска. Работа на токарном станке несложная. Но здесь нужна большая выносливость. Правда, Шура не воспринимала трудовые часы как каторгу. Наоборот, старалась сделать как можно больше, чтобы попасть в число передовиков. Александра Петровна говорит, в чем-то работа была спасением. Ведь дети получали карточки на ежедневную небольшую пайку хлеба. Да и голод не так чувствуешь, когда все время занят. Мы не знали, что такое завтрак и что такое ужин. Мастер уйдет, сядем отдыхать. Давайте. И вот в другой раз по 7, по 8 сидим. И мальчики, и девочки. Чего ты бы хотела? Или хотела? Буханку хлеба, буханку хлеба. Только бы буханку хлеба. Сегодня Александру Петровну точно окрестили бы тусовщицей. Дома ей совсем не сидится. То на прогулке, то на чаепитии у подруги, то на встрече у главы города. 9 мая баба Шура уже в 73-й раз пойдет на парад Победы. Этот праздник она ждет особенно. Вспоминает свое трудовое детство и родных, которые воевали. Ух, ели неплохо, вот пакет за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова